Привет, друзья! В этом видео хочу рассказать вам о нашем яхтином походе по островам Хорватии. Стараюсь сделать какой-то интересный материал для того, чтобы помочь тем, кто будет собираться в эти места, пройти каким-то похожим, может быть, маршрутом. Может быть, взять наш маршрут, если хотите, пожалуйста. Может быть, его как-то модифицировать. В любом случае постараюсь дать какой-то ориентир, потому что маршрут получился очень хороший. Я не первый раз здесь. Мы ходили, делали походы и из Трагира, и из Дубровника, с разных сторон захватывали участки того маршрута, про который я буду сегодня рассказывать. Но в итоге, пройдя несколько разных маршрутов, мы совместили самые интересные места в один единый маршрут. На самом деле мы прошли этот маршрут дважды. То есть у нас была замена команды и замена катамарана на, в принципе, такой же, но немножко другой комплектации и в другой марине. Но мы прошли тем же маршрутом. Единственное, внесли некоторые корректировки по таймингу, добавили там дополнительную остановку и просто для разнообразия, заменили один из пунктов. Ну, в принципе, равнозначный. В походе у нас было два примерно одинаковых катамарана. Один на первую неделю, один на вторую. Обзор на этот катамаран уже вышел на канале и ссылочку сюда прикреплю. Также она будет в описании. Ну и можно найти у меня просто его на канале. Это катамаран BALI-48. Очень комфортный, очень хороший, много места. Прям, ну, супер. Конечно, это не самый бюджетный вариант. То есть есть катамараны, понятное дело, поменьше, покомпактнее и их проще вместить в бюджет. Ну, вот здесь у нас была возможность снять именно такой. Почему катамаран, почему не классическая яхта? На самом деле, делаем мы походы и на катамаранах, и на яхтах. Все зависит от предпочтений команд. То есть есть, когда команда нацелена больше на такой вот именно яхтенный отдых, спортивные эмоции, поработать с парусами, тем более, если чему-то поучиться. И есть команды, группы, которые больше рассматривают судно как некий передвижной дом, как базу для того, чтобы совершить какое-то путешествие. Тоже ничего плохого в этом нет. Абсолютно нормальная история. И здесь, конечно, катамаран, он выигрывает по своей обитаемости. Ну, на этом подробно сейчас останавливаться не будем. Сейчас мы будем говорить именно про наш маршрут. И стартует он у нас из города Трагир. Первый катамаран был снят не в самом городе Трагир, а чуть-чуть в стороне Марина Балатик. Сейчас вам на ней тоже ставлю кусочек рассказа. А второй выход у нас был прямо из города. Оба варианта хороши, со своими плюсами. Так что, начинаем. Надеюсь, вам будет интересно. Поехали. Сейчас мы находимся в Марине Балатик. Это одна из крупных баз, которые стартуют яхтенные чартеры в Хорватии. Мы, в принципе, выходим из города Трагир. Здесь Марина называется Балатик. Она тоже очень большая. находится на небольшом удалении от города. Пешком из центра Трагира до сюда где-то примерно 15 минут. В принципе, прогуляться совершенно никакой проблемы нет. Есть крупный магазин Томми, если пройти в сторону дороги, тоже можно идти пешком. Или можем даже взять в аренду телегу под залог 50 евро и на большой телеге в этот магазин скататься. Но есть супермаркет поменьше в Марине. Но он, конечно, чуть-чуть подороже, чем городские супермаркеты. Но тоже в нем можно что-то купить или, по крайней мере, воду, чтобы издалека ее тяжелую не таскать. Ну и, соответственно, есть такси до города, где можно закупаться. Марина очень такая тоже современная. Видите, здесь везде там столбики. Хорошие причальные приспособления. Столбики, я имею в виду там вода, электричество, все очень цивильно сделано. Очень много яхт здесь. Базируется несколько крупных чартерных компаний. Ну, также частные яхты здесь стоят. Хорошие удобства. Души, туалеты очень большие. Ну, внутрь мы с вами не заглянем, но покажу вам со второго этажа, где они находятся, как это выглядит. Вот, есть кафешечки. Здесь достаточно неплохо. Можно ожидать приемку яхты, сесть за столики удобные. В этом плане все достаточно хорошо и удобно. Также надо отметить, что в этой Марине очень удобная заправка. Во-первых, она расположена таким образом, что вам не нужно будет никак шартоваться с боковым ветром. Он у вас будет либо попутный, либо встречный. Ну, это гораздо проще. И встаете вы кормой. То есть, вот так же, как яхты стоят здесь. И этих мест для постановки кормой их много. Поэтому, даже когда вы возвращаетесь в пятницу и у вас очередь из яхт стоит на заправку, она проходит очень быстро, потому что пять, шесть, семь яхт встают одновременно. Ну и катамаранов тоже. Набережная Трагира. Трагира – это старый город. Такой уютненький город внутри небольшой крепости находится на острове. Ну, такой небольшой островочек, соответственно, он соединяется двумя мостами. С одной стороны у нас континент, и с другой стороны, типа, еще один такой островок побольше, где находится Ачамарина Трагира и какие-то верхи, что-то еще. Множество ресторанчиков. Довольно-таки городочек такой шумный, оживленный. Для этого побережья вниз полетают самолеты. Вот, я думаю, вы сейчас слушаете. В съезде посидеть, в бары, рестораны. У нас ломан находило. В свободу сами разные коктейли. Я так понимаю, всем все понравилось. Красивые кораблики стоят на набережной. В общем, такой уютный городочек для посещения, как точка старта, как точка финиша. Погулять, покушать, если кому-то что-то купить, какие-то сувениры, какие-то вещи, может быть. Здесь все есть. Приняв Тамаран, мы сразу же отправляемся в переход на Закате до стоянки в голубой лагуне острова Великий Дверник. Это восточная его часть. Совершенно потрясающее место. Вы можете видеть на кадрах. Это такие хорватские Сейшелы. Мы всегда, когда стартуем из Трагира, начинаем здесь свои маршруты. И здесь же их завершаем. То есть перед сдачей Тамарана сюда заходим еще раз. Не всегда возможно принять яхту так быстро и в этот же день сделать переход. В этом случае мы заходим сюда воскресным утром. Проводим здесь несколько часов купания. И потом остается время для того, чтобы вовремя прибыть в следующую точку маршрута. И это будет город Хвар. Центральная площадь города Хвар. Очень приятный острововщик. Стоять мы здесь будем на якоре. Здесь, в принципе, есть места на городской набережной. Ну, нам удобнее так. И здесь есть крепость наверху. Сейчас туда все и сходим. Также покажу вам улочки. И, конечно, вечерние виды здесь просто обалденные. Вид от стен крепости в Хваре. Вид на марину и на якорную стоянку, и на всю бухту, и на старый город. И сама крепость у меня за спиной. Сюда можно подняться. Открыта она до 19 часов в данный момент. Так что до заката можно успеть у нее сходить. И сама дорога к ней довольно-таки красивая. Вот по такому парку поднимаетесь. Вот он у меня за мной находится. Город Хвар вообще мое любимейшее место в хорватских маршрутах. Всегда стараюсь сюда зайти, показать его командам, погулять, провести интересным маршрутом, посетить крепость. Здесь еще есть очень красивые острова на отдалении. Ну и вообще сама бухта. Просто есть шикарные виды. Даже, наверное, не нужны слова. Просто посмотрите, как все это выглядит. Еще иногда бывают здесь концерты на центральной площади. И как-то посчастливилось наблюдать концерт четыре генера. Группа просто нет слов, как это было в тему именно в этом месте. Музыка Итак, мы находимся в городе Коршево, на одноименном острове Коршево. Здесь два большие города основных. Один в северной части острова и сейчас мы находимся в южной части острова. То есть, сторона острова, которая ближе к Дубровнику. Здесь находится старый город, наиболее интересная часть. Здесь, когда яхты ходят из Трагира, Сплита и хотят немножко сократить маршрут, они приходят на северную часть острова и сюда можно доехать на такси или на автобусе. Но мы пришли прямо сюда. Здесь три марины. Одна центральная, в которой мы сейчас находимся. Это Альшимарина. Сеть марин больших, современных, электричество, вода, все удобства. находится практически рядом с центром города. Вот, если посмотреть против солнца, но у меня прямо за спиной находится старый город. Сейчас пойдем его посмотрим. Здесь, конечно, максимально удобно, но эти марины довольно-таки дорогие. За катамаран, там, размера 40-40 с чем-нибудь футов. Цените где-то там 250-300 евро. Мы встали в марине соседней. На самом деле, не здесь. Она чуть-чуть дальше. Как она называется, не очень понятно. На картах тоже она даже не нарисована на Navionics. Но там тоже хороший причал. Можно заправиться водой. Единственное, нет электричества. Но заплатили мы за нее 60 евро за катамаран на 48 футов. Также есть городской причал, который находится с другой стороны города. Там яхты стоят прямо под стенами крепости старого города. По условиям, там, не знаю, как они платят. Мы там не стояли. Но места там ограниченные. И тоже не очень удобная швартовка. Она там с якорем. То есть, для новичков, наверное, я бы не стал рекомендовать это место. Потому что там пришвартоваться будет чуть посложнее. Особенно, если какой-то встречный ветер. Ну, также есть несколько якорных стоянок. В принципе, можно стоять на якоре вот прямо за вот этой очемариной. Некоторые яхты стоят. Некоторые яхты стоят на якорях там, где встали мы. В соседней бухте чуть подальше. И, в общем-то, с другой стороны, от старого города тоже стоят на якорях. Центральная площадь старого города. Здесь довольно много экскурсоводов. Без проблем можно взять экскурсию, послушать историю старого города. Ну, я так слушал обрывками. В принципе, довольно интересно. Рассказываю это на английском. Ну, он такой здесь очень простой. Для тех, кто более-менее его может понимать, вполне себе подойдет. И интересно рассказывают. Можно побродить по улочкам. Но я предпочитаю здесь побродить самостоятельно. Люблю такие маленькие улочки. Итак, мы находимся на острове Емлет. Этот остров является национальным парком. Ну, может быть, не весь целиком. Но вот конкретно здесь внутри находятся озера. Ну, вот они у меня за спиной. Там внизу, если видно. Ну, мы их покажем отдельно, естественно. Здесь надо брать велосипеды в аренду и на них кататься. Есть велосипеды обычные, есть велосипеды электро. Ну, для тех, кому тяжело на обычном. Потому что здесь кое-где нужно будет ехать в горку. Ну, на самом деле, немного. Здесь есть несколько стоянок. Одна из них в бухте Помена, где я обычно встаю. Чем она хороша? Тем, что здесь максимально близко до вот этих самых озер, до национального парка. И дорога в горку здесь небольшая. В принципе, ее даже на обычных неэлектровелосипедах все осилят. Кстати, по аренде, значит, стоянка здесь бесплатная, если вы кушаете в ресторане. Ну, можно встать и на якоре, если хотите. Марины, как таковой, здесь нет. Либо ресторанный пельщал, либо стоянка на якоре. Велосипеды сейчас мы оплатили на вечер. Электро стоит обычные 15 евро на человека, и электровелосипеды стоят 30 евро. Ну, для людей, которые не очень хорошо физически подготовлены, лучше я рекомендую брать электро. Получите больше удовольствия, меньше устанете. Ну, для ребят спортивных обычные, конечно, хорошо подходят. Дальше в самом парке, сам парк, он вокруг вот этих вот озер, которые у меня за спиной, провожена дорожка через... Ну, она, в принципе, и автомобиль проезжает, но автомобили здесь ездят только там, автомобили рейнджеров парка, а так здесь ездят только вот на велосипедах. Пешком, пешком далеко, не рекомендую на велосипедах сам эту. Вокруг парка можно прокатиться, ходит паром на центральный островочек, но на самом деле необязательно туда ездить. Очень красиво и просто вот со всех сторон его объехать. На дальний мыс сходить, там чуть-чуть с мостик надо, велосипеды, правда, там затащить по ступенькам, но их немного. На коптерах летать над островом нельзя, поэтому те виды, которые вы увидите в видео, коптер не находился на территории национального парка, он был за пределами острова. Так что мы соблюдаем здесь все требования, ничего не нарушаем. Сегодня мы находимся на острове Ластово, перешли сюда с омлета. Ветренний денёчек сегодня. К вечеру обещают грозу, уже был дождь, но будет ещё прям ливень. Обещают грозу, порывы ветра до 35 узлов, но, в принципе, 30 уже дуло периодически на порывах. И чтобы избежать вот этого перехода и погулять до... Переход, да, тоже там волна по 2 метра, 1,7-1,8 стоит в прогнозе. Для того, чтобы избежать укачивания команды в эту сильную волну и чтобы не гулять здесь где-то под дождём или просто сидеть на катамаране. Вышли пораньше, проснулся в 6 утра, отшвартовался, и мы уже к часу дня стояли здесь. Здесь несколько вариантов стоянки. Есть несколько бухт на острове Ластово. Одна довольно защищённая, скривена, но мы стоим не в ней. Название этой бухты я сейчас забыл, но я подпишу в комментариях. Здесь есть два залива, малый и великий. Малый и большой. Вот мы стоим в большом, с другой стороны малый. В прошлый раз стояли там год назад. Они соединены правливым мостиком. Катамаран пройти через мостик не может, нужно обходить часть острова. Но на Тузике можно проезжать из одного в другой. Здесь можно взять что-то на прокат, типа там скутер какой-нибудь. Также здесь есть бокс для подводной лодки. Можно посетить туннель. Есть какая-то ещё заброшенная, такие вот тоже военные укрепления. Кому интересно, можно полазать по берегу. Мы всё ещё на острове Вастово, но теперь перешвартовались к причалу. Ну так, во-первых, будет удобнее гулять по городу. Учитывая, что погода не очень такая, чтобы разъезжать на Тузике, все мокрые. И плюс у нас ещё такая забавная приключилась история. У нас сломался буй. У него кольцо выдралось. И, в общем, буй мы тоже поймали. Вернули его на причал, чтобы его могли потом вернуть на место. Чтобы он не уплыл неизвестно куда. Ну и больше решили на Буете не вставать, потому что ночью тоже будет сильно дуть. Мало ли там ещё что-то оторвётся. Понятно, что работает якорная тревога, но здесь будет поспокойнее. А с другой стороны от городской набережной, через мостик, находятся вот такие большие мусорные баки. Почему я об этом рассказываю? Для их сменов это действительно важно. В предыдущих городах были баки очень маленькие. Наши мешки туда просто особо не вылазили. Но была целая проблема их каким-то образом располовинить и засунуть. Ещё такой важный момент, что первые несколько мест на вот этой набережной перед мостом, места, которые ближе к мосту, там прямо очень мелко. Туда не надо швартоваться, можно повредить перья руля, как минимум. Поэтому на подходе, смотрите, лучше вставать, начиная с... Если разделить вот эту набережную на три части, то ближний третий к мосту я вставать не рекомендую. Если только супер-супер-супер осторожно, там носом сначала зайти посмотреть, потом отойти. Сейчас мы находимся на острове Ластово, но в другом месте. Этот залив называется Скривенаука, то есть кривая бухта, как я понимаю. И отсюда мы поднимаемся к маяку. Это один из трёх старейших маяков Хорватии, который находится на уровне 70 метров над водой. Построен он в 1839 году. Вот такая местная достопримечательность стоит над обрывом, выглядит очень красиво. Стоянка здесь есть разные варианты, есть буи, мы встали на якорь, есть небольшая марина, длинный причал стоит. Ну, лодок, наверное, 8 там где-то вмещается. И есть ресторанчик, у него тоже есть небольшой причальщик. Ну, мы стоим на якоре и идём пешком в гору. Идти недолго, где-то, наверное, 30-40 минут занимает дорога до маяка. Сам маяк находится сейчас на реставрации, и везде написано, что проход строго запрещен. Но мы спросили и нам разрешили посетить, пройтись вот здесь вот. Но внутрь маяка, конечно, сейчас не попасть. Однако у входа продаются сувенирчики, поэтому, если хотите, берите с собой что-нибудь. Местечко Убли на входе в большой залив острова Вастово. Сюда мы зашли только по той простой причине, что на карте единственный магазин, который мы здесь нашли, некий студёнок-маркет. Ну, здесь это сеть таких магазинов. Вот он расположен близко к этому городочку. Сюда приходят паромы. Здесь, в принципе, паромный причал. Больше особо ничего нет. И маленькая заправка вот там в глубине залива. И маленькие лодочки стоят. То, куда мы стали, это, судя по всему, таможенный причал. Но сейчас он не функционирует. Может быть, вообще не функционирует. Вот. Временно остановились ребята сбегать в магазин. Нашли такую швартовочку. Других мест здесь нет. И потом будем перешвартовываться уже в нормальную городскую набережную в центре залива. Сейчас мы в городе Милна. Здесь две больших марины. Одна – это Ачимарина из сети Ачимарин. Вот она находится за мной прямо у города внутри бухты. И вторая – Комила или что-то такое. Чуть дальше. Мы встали, на самом деле, в неё. Скорее всего, она будет подешевле. Заплатили за стоянку 48-фтового катамарана здесь 205 евро. Здесь вода, электричество. Есть душ и туалеты. Очень хорошие, удобные. Можно постираться. Есть лаундри, соответственно. Но в нашей Малине она что-то сейчас не работает. Но работает здесь в Ачимарине. 10 евро стоит жетон. Огромная стиральная машина. Можно всё закинуть, постирать. Стоится шилка на улице. В общем, очень удобный такой порт для того, чтобы привести себя в порядок. Тем более, к концу недели. Потому что это уже такая точка на обратном пути. Вот это, ну, что касается здесь стоянки. И да, она достаточно хорошо закрыта от ветра. Он какой-то здесь дует в бухте. Но она со всех сторон защищена. То есть, тоже не волны. Здесь ничего нет. Всё очень удобненько. Встречают. Хорошие все причальные приспособления. Так что это, ну, что касается именно яхтенных дел. Ну, а теперь пойдёмте посмотрим на сам город. И здесь мы поговорим о некой развилке маршрута. На первой неделе мы посетили вот этот город Милны великолепный. А на второй неделе мы вместо Милны поставили город Старый Град. Который покажу вам чуть позже. Оба этих места очень достойны посещения. Поэтому будем чередовать. Заходите в Милну и в Старый Град. Все остальные точки маршрута, ну, на этом маршруте, наверное, сложно как-то заменить на что-то лучшее. А здесь вот есть выбор. Или мы заходим туда, или сюда. Ну, например, если вы не пошли куда-нибудь далеко, типа как на Ластово, или не дошли, например, до Млета по погодным условиям, то можно посетить и оба эти города. Я тоже, уверяю, будете довольны. Мы с вами в Марине города Старый Град. Старый Град, так он и называется. Очень приятное такое местечко. Чем-то мне даже напомнило какую-нибудь Норвегию. Потому что такой длинный пролив. Он узкий, но уходит далеко в город. И, ну, получается, достаточно закрытая от всех ветров и от любого волнения бухта. Здесь стоят яхты с одной и с другой стороны. Ну, вот эта сторона, правая по ходу, когда вы входите в бухту, она предпочтительнее здесь, ближе до города. Но на другой стороне, в принципе, тоже есть сервис, но там он достаточно далеко. В зависимости от того, где вы стоите, нужно какое-то время дойти до души, туалетов. Здесь все рядом. Вот примерно за мной находится домик с офисом Марины. За катамаран в 48 футов мы здесь заплатили за стоянку 170 с чем-то там евро. Например, на такие цены. Но местечко приятное. Народ очень дружелюбный. Есть лаундри. Соответственно, можете постирать все вещи. Причем она здесь не такая не на самообслуживание. Там все постирали, посушили, сложили даже аккуратно и отдали. Вот. То есть можно полностью освежиться. Вот. То есть в плане такого как-то перезарядиться место, подготовиться там к следующему туру, который у нас буквально уже завтра. Будем переезжать в другую локацию. Соответственно, очень хорошо подходит. Есть небольшая крепость. Есть вот такие вот какие-то исторические здания, башенка в центре города. Ну, я думаю, вы увидите на кадрах и с коптера, и на улице. Я поснимал, чтобы вам этот городок показать. Такой миленький. Есть магазинчик в самом торце бухты. Можно пополнить запасы продуктов. Вот такой городочек. Старый град. Ну, и на этом мы завершаем наш рассказ о путешествии. Нас ждет переход в домашнюю малину в город Трагира, о котором мы уже рассказывали. И, естественно, по дороге мы зайдем в Голубую лагуну на Великом Двернике по традиции. Обязательно там покупаемся. После чего сдадим катамаран и успеем еще погулять в вечернем старом городе Трагира. Ну, а с вами я прощаюсь, дорогие друзья. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, что это было интересно. Удачных вам маршрутов и увидимся в море. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok